Привет, мои хорошие! Всем огромное пламя итальянски! Чао! Ну, наконец-то! Я еду в спортивный клуб, как говорится, в машине. Нормально, на свежаке, а не в этом пыльном автобусе, в душном автобусе, с этими намордниками. О, кошмарики какие! Как вспомню! Вообще не хотелось даже ехать в спортивный клуб из-за этих автобусов. Не то, что из-за этих автобусов, а из-за этих правил, что надо бы сидеть в намордниках. Ну, тем более, сейчас такая жара, лето стоит. Лето стоит! О, ладненько. Так. Я сейчас везу Катюше подарочек. Запоздала. У неё было день рождения. Я до сих пор не поздравила её. Везу подарочек, везу огурчики и везу кабачки. Дзукини. Это всё с моего огорода. Всё био. Вот, а Катюша сейчас перешла на сыроедение. Вот, так что это ей как раз сейчас будет. Ну, не кабачки. Кабачки-то сырыми. Может быть, она и покушает. Ну, огурцы-то точно ей понадобятся. Ну, всё. И как сейчас у нас ещё девяти нет. Вот. Да, без пятнадцати девять. А Катюша сказала, что приедет к десяти. Так что, ну, для меня это поздновато, конечно. Я хочу раньше начать. Поэтому я еду раньше. И пока она не пришла, я пойду на беговую дорожку. Буду ходить и бегать по возможности. Ну, всё. Теперь точно поехала. Иду уже в сорок минут. Через пятнадцать минут придёт Катя. И начнём заниматься уже на силовых тренажёрах. Вся мокрая, примокрая. Хорошо, что я с собой другую майочку взяла. Сейчас Катюша, смотрите, волосы мокрые. Сейчас Катюша придёт, как говорится, в сухой майке, чтобы начать заниматься снова с ней. Пофигеть, и спина мокрая, и поднышками, и пузо всё мокрое. Как с душа. Привет, Катюша. Привет. Пришли, дождалась. Я майку поменяла, всё уже. У меня мокрая прямо майка была. Я пришла в девять. Все в день, отлично. Да, да, да. Делали сегодня на обед. Катюша подарила овощи и подарочек. Всё, она сразу, 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 как бы она пришла, вручили. С днём рождения, с прошедшим. Спасибо. А где ты купила? В дикотоне? Да. Слушайте, три часа дня. Мы сели в машину, а в машине 40 градусов жары. Представляете, как машина нагрелась? Вообще невозможно садиться на те сиденья горячие. Сразу кондиционер вовсю. Ой, кошмаренький какой. Сегодня такие жаркие дни, и сегодня в спортивном клубе так было много народу, что вообще невозможно было. Наболтались с Катей. В общем, так классно, душевно провели время. Не так спортивно, как душевно. Но всё равно я там 10 литров пота пролила, в общем, конкретно. На беговой дорожке я уже говорила, что я ходила где-то сколько? Минут 50 ходила быстрым шагом на беговой дорожке. И потом, когда Катюша пришла, я переодела майку, потому что там майка уже полностью мокрая была. Переодела майку, а волосы уже мокрые были, представляете? И потом ещё с Катюшей занималась вообще конкретно. У Кати, главное, волосы сухие у меня мокрые. Офигеть, я не знаю, почему у неё голова не потеет, а у меня потеет. Это интересно знать, отчего голова потеет. И почему у меня так обильно. Прямо всё с головы течёт конкретно. Ладненько. В общем, Ирина пришёл с работы. Он сегодня работал только до обеда. И пообедали, и немножко отдохнули. Я тоже немножко подремала. И сейчас едем на похороны. Я уже говорила, что умер его кузен. У него был рак. Он жил с этой болезнью 30 лет, оказывается. Нифига ж себе долго. В общем, отмочился. Так что сейчас поедем, похороним. У нас солнечная погода, а какая там туча. Где-то там, ближе к северу. Надеемся найти место для машины именно в тенёчке. Вот эти цветы мы вчера заказали. Семьи Рину. Сейчас привезу спокойного. И вот, что у нас с поникидом. Я вам про церковь дома расскажу. Сейчас мне прийти пока сюда покушать мороженое. Но вообще, раздеваю, какую-нибудь тут. Магазинчики. Магазинчики-магазинчики. Тут все одежда для мужа, для мужчин. Хорошо тут вещи есть. Хорошие, кстати, скидки. Пандора. Какие же любят Пандору. Солями, солями, солями. А вот и сало. Вот сало есть. Вот сало. Копченое, кстати, сало. Все равно нас вкуснее. Это мои сейчас продукты сначала. Копьем кое-что. Два бедра купили. Кипели. Все они купили. На ужин буду делать. Здесь кулинария. Кулинарный отдел. Там за стеклом кулинария. А здесь продают то, что они сделали. То, что они делают. Все эти тортики, пирожные. Вот каноли даже делают. Косаки. Косак. А, горе. А там пирожники маленькие. На развес можно взять домой. Зона для деток. А вот и мороженое. Сейчас выберем. Все люди, которые сидят, все едят мороженое. Только что поели мороженое. Вот такое невкусное. Вот там хорошие шляпки продают. Ну, шляпу. Шляпы, шляпки, кепки. Возьми три. По цене два вообще. Третье что-то тебе бесплатно будет. Сейчас такие акции идут. Но пока не везде скидки. Народу сейчас немного в торговом центре. Куда-то прячутся где-то от жары. Лучше поехать куда-то к морю или в горы. Можем гулять по городу или в торговом центре. Одевать эти маски. Действительно, такое мороженое невкусное было. В следующий раз, если уж мороженое кушать, то и поедем туда, туда. На другой конец города, где я вам показывала. Где мы в последний раз кушали мороженое очень вкусное. Из качественного молока. И там, кстати, и дешевле. И вкуснее намного. Качественнее и дешевле. А здесь торговый центр. За счет того, что торговый центр дороговатое мороженое и невкусное. Вода водой. Ладненько. Ладненько. Мы не унываем. Боже мой. Я думаю, что там собака гавкает. Смотрите, какая довольная. Ей воду налили. Боже, какая контента. Горда. Томас так любит наблюдать за этой собакой. Смотрите, купается и гавкает. Ой, довольная, довольная. В такую жару. Ой, боже. Радости полной штаны. И гавкает на воду. От радости гавкает. Так мы уже дома пришли. Домой приехали. И Томас наблюдает. Ой, довольная собака. Томас, пустите меня тоже в воду. Собаки. Ой, как жарко. Хорошо, что мы тогда машину в тенечке оставили. Когда приехали, как говорится, в церковь. А я Ирину говорю, давай ищи тенечек. Потому что невозможно просто-напросто. Ой, ноготь. Надо подточить. Зацепила. В общем, видели, какая там церковь была? Это не такая церковь, как все остальные наши церкви. Потому что это церковь при больнице. Даже это не больница. Это дом престарелых. Но это даже не дом престарелых. Это у нас дома престарелых. А здесь, в Италии, идут такие дома, как, ну, типа престарелых, но именно для тех, кто нуждается в помощи. Кто серьезно болен, или старичок какой-то серьезно болен, некому ухаживать за ним. Или больной там раком, или какой-то тяжелой болезнью. Или тоже родственники не могут дома ухаживать за ним. В общем, отправляют вот такой вот, как бы пансионат, лечебный такой, как бы пансионат. Вот, где там люди живут, годами живут прямо. Вот, и оказывается, кузен Рину, у него рак был аж 30 лет. Представляете, вот он с молодости, вот он умер 54 года, ему, считайте, ну, после 20, около 20 у него начался этот рак. И вот он 30 лет жил с этим раком с молодости. Вот он даже, у него семьи не было, он не женился, ни жены, детей у него нет. Вот так вот он жил. Он жил дома, вот за ним могла ухаживать его мама. Но когда его мама умерла 5 лет назад, и уже его отец, он тоже уже престарелый, он уже не мог сам ухаживать за сыном. И вот он его отправил в этот пансионат. И вот он там жил около 5 лет, и вот он умер, и его отпевали именно в этой церкви, при этом в доме престарелых. Поэтому церковь такая скромненькая, вот, там нет даже ораториум для детей. Там, по-моему, даже не делают свадьбы, только похороны. Похороны, всякие мессы и всё такое. В общем, вот такие вот дела. Приехали домой, только пришли домой. Звонок. Позвонили из городской больницы, насчёт меня. Я же вчера пришла, там шухер устроила им. Я говорю, вы чего? Я на визит пришла, я уже тикет взяла. Я больше часа простояла, 60 человек вперёд пропустила, чтобы только взять этот тикет и вот прийти. То самое. В общем, они там, они дали знать, потому что они взяли мой номер телефона, взяли мою фамилию, имя, и они, видать, позвонили к эндокринологию. В общем, дали знать, что пришла ваша пациентка на визит. Он испугался. Короче, они позвонили нам. Но они позвонили не на мой телефон, а Рину, опять же. Не знаю почему. В общем, нравится им звонить, именно Рину. В общем, они там извинялись, извините, пожалуйста. У нас сейчас такая неразбериха со всем этим переездом после этого карантина. Там, видать, их оттуда попросили, видать, там отделение расширили. Вот, и теперь там нет эндокринологии. Вот я была, в прошлый раз я вам показывала. Их перевезли. Перевезли, и, в общем, они мне дали визит новый. Знаете, когда? Вы сейчас упадёте. Я сама, мне когда Рина встала, я ещё не упала. Я прям, я своим глазам, я не поверила. 1 декабря, в 2.40. 1 декабря, вы представляете, я почти 2 года жду этот визит. Я ждала год, а потом ждала ещё полгода, и сейчас ещё полгода надо ждать. Охренеть, блин, этот визит. В общем, ну, они мне дали какой-то номер телефона на экстренный случай, если у меня будут какие-то изменения. Там, например, в крови, щитовидка там, или там давление сильно будет скакать. В общем, дали номер телефона. Если вдруг что-то срочно, то, в общем, дали номер телефона, и, наверное, в общем, слава богу, хоть так, что если что-то вдруг случится, хотя я уверена, что будет всё со мной хорошо. Если вот за это время уже сколько, сколько, всё хорошо, и анализы показали хорошие. У меня щитовидка, фу, где тут дерево. Анализы щитовидки хорошие, единственное, что давление, ну, давление более-менее. Таблетки принимаем, которые регулируют давление, и, слава богу, вроде как, помогают. Бывает, конечно, бывает, но с кем не бывает. Вчера, кстати, надо было мне померить давление после больницы, а я забыла, что-то не додумалась. Вот, наверное, точно поднялось. Ладненько, сейчас я буду готовить. Уже время, пора готовить. Пора готовить ужин. Продолжение следует... Продолжение следует...